Ряды актового зала 26-го лицея заполнили кадеты, педагоги и почетные гости. Родные и близкие выпускников героев с этой сцены поименно их вспоминают каждый год. На экране появляется портрет Вячеслава Учайкина, лидер и душа компании. Мечтал быть музыкантом, но сдать творческие экзамены ему так и не довелось. Летом 2002 года, исполняя свой воинский долг, он погиб в Чеченской республике. Его портрет сменяют фотографии Евгения Муравьева, офицера с большой буквы. С детства он мечтал покорить небо и упорно шел к своей цели. Он начинал заниматься в авиамодельном кружке, то есть небо, его привлекало с детства, плюс занятия спортом, только со второго раза он поступил в высшее военное авиационное училище летчиков, Тамбовское училище, где он учился, обучался. Евгений Клюкин – еще один выпускник лицея, который выбрал путь военного. В числе лучших курсантов он входил в состав роты почетного караула. Погиб в Чечне за неделю до 24-летия, награжден орденом мужества посмертно. Вспоминали в этот день и выпускника, героя 24-й школы Евгения Орехова и Алексея Щукина. Осенью 2010-го он погиб, защищая незнакомую девушку. Сегодняшнее поколение кадет не понаслышке знает, что самое главное в их жизни – это служение Родине, служение своей великой стране. И я думаю, что мы всегда будем помнить о тех, кто когда-то отдал свои жизни во имя нашего Отечества добра и справедливости. В память о погибших выпускниках лучшим кадетам вручают знаки отличия. Первым на сцену поднимается Иван Шеметов – один из активистов и победителей различных конкурсов патриотической направленности. Это честь. Больше всего перед Отечеством и перед этими ребятами, которые защищали Родину. Я этого добивался целых четыре года. Участвовал в всех мероприятиях, занимал разные места. Немало достижений и на счету Кирилла Екатеринина. Он увлекается дайвингом и парашютным спортом в седьмом классе. Без сомнений вступил в ряды кадет. Уже тогда юноша был уверен в том, что продолжит семейную династию военных. Честно говоря, ощущения переполняют меня. Именно чувство гордости. Что-то выше меня. Понимаете, вот о чем я говорю. Я хочу сказать, что я делал то, что должен, а как обычно кадет. И достиг этой награды. У меня дед был военным моряком, отец был военным. И я пойду так же. Я решу для себя так, что не нарушат традиции нашей семьи. Всего обладателями наград стали пять учеников этой традиции. Вручать знаки отличия в память о героях более десяти лет. Ее планируют продолжить. А значит, память о пяти выпускниках, примерах мужества, героизма и верности Отечеству будет жить еще долгие годы. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости.